Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 27 мая. Поехали! В результате наводнений в Объединенных Арабских Эмиратах погибли 4 человека. Несколько человек, как сообщается, пропали без вести после того, как по меньшей мере 3 автомобиля были сметены в результате внезапного наводнения в Эмирате Шарджа. В результате отдельного инцидента 28 мая автобус был сметен паводковой водой в Ваде в Эмирате Дубай. В Гондурасе прошли сильные дожди, сильным ветром, а также сошли оползни. По сообщениям СМИ, последние 2 дня погибло 2 человека. Районы, наиболее пострадавшие от сильных дождей и наводнений, были во Франциско-Марасане, где, по данным Постоянной комиссии по чрезвычайным ситуациям, пострадала 101 семья. 28 мая волна дождей и гроз охватила Украину. Во многих городах центра страны прошли ливни с грозами. В Харькове после затяжного дождя серьезно затопило несколько улиц. Практически реки потекли по улицам Грековской, Биологической и Харьковской. Очевидцы говорят, что в некоторых местах уровень воды доходил до нескольких десятков сантиметров. Обрушившийся с самого утра дождь подтопил улицы Городские магистрали и проспекты в Николаеве. В заводском районе под воду шел сквер, где только положили новую плитку. Проливной дождь подтопил улицы Одессы. В городе возникли проблемы с автомобильным движением, образовались пробки. На Одессу обрушилось 18 миллиметров осадков за три часа. Сильный градовый шторм прошел ночью в городе Джорджтаун, штат Техас, США. Град от размера яйца до размера теннисных мячей поразил город, особенно северо-западные районы около Сан-Сити и Сиренады. Некоторые градины достигают размера 7 сантиметров в диаметре. Тормовая система была одиночной сильной грозой. Жители сообщили о повреждении домов, деревьев, автомобилей и окон. Сильный дождь, который обрушился в Санто-Доминго-Оэсте в Доминиканской республике, за один час устроил потоп на шоссе Дуарте. Много автомобилей оказались подтопленными в водяной ловушке. Уровень воды в некоторых участках доходил до 80 сантиметров. Сообщение о пострадавших на данный момент не сообщалось, не считая, конечно, имущества. Сильный дождь затопил улицы и дома в колонии Санта-Люсия, штат Мехико, Мексико. Члены молодежной неправительственной организации координируют свои действия с элементами вооруженных сил и сил помощи для эвакуации семей, которым угрожает сильный дождь в колонии. Поступило много сообщений о затоплении домов местных жителей, повреждении имущества. Вода в домах стоит по колено. Дождь длился не более 40 минут. Демонстранты подожгли полицейский участок в Миннеаполисе. В четверг вечером во время третьей ночи столкновений с полицией. По имеющейся информации, полицейский при задержании темнокожего Джорджа Флойда задушил его коленом. Задержанный просил его не убивать и жаловался, что не может дышать. Этот инцидент показали в социальной сети, которая вызвала волну протестов, переросших в грабежи и поджоги. Сообщается о грабеже не менее 10 магазинов, которые частично разрушены или сожжены. На данный момент столкновения продолжаются. 27 мая над Турцией наблюдали полет метеора. Метеор, который вечером наблюдали, чуть ли во всей восточной половине Турции был виден и в Армении, и в Ставропольском крае. Необычное явление запечатлели камеры регистраторов на автомобилях. В Якутии жара сменилась снегопадом. В Якутии природа преподнесла сюрприз. После аномальной жары в некоторые районы республики вернулась зима. Снег выпал в Верхневилюйском, Вилюйском, Сунтарском и Нурбинских районах. Спасибо Вам за просмотр выпуска. Отдельное спасибо Вам за поддержку канала, за Ваши комментарии, за Ваше общение. Спасибо Вам за внимание и до завтра.